Комсомольская правда Егор Зайцев собрал информацию о бытовых условиях столичных СИЗО В последние годы российские тюрьмы значительно изменились Так, сегодня существуют сервисы, которые могут облегчить жизнь за решеткой Например, интернет-магазин ВСИН Там родственники заключенных могут заказать для них продукты, средства личной гигиены, табак, журналы, канцелярские товары, даже телевизоры Также есть возможность купить комплексные обеды Первое, второе и салат Заплатить за это придется в среднем 330 рублей Кстати, шашлык и икра в ассортименте магазина тоже имеется Во многих СИЗО есть тренажерные залы Одно посещение стоит от 400 рублей Ходят туда в основном не ради спорта, а для того, чтобы помыться Там есть душевые Но сопровождающих не хватает Поэтому часто посещать спортзал у арестантов не получается Почти во всех изоляторах заключенные получают все, что пожелают Даже то, что не предусмотрено законом, говорит адвокат Сергей Жорин Многое из того, что в реале можно там получить услуги Это то, что либо не предусмотрено законом, либо прямо запрещено Там можно из сторонних ресторанов еду заказывать Не секрет, что там неограниченные возможности по пользованию услугами сотовой связи практически у всех Можно в некоторых изоляторах и для некоторых людей даже иметь доступ к алкоголю и наркотикам В ряде изоляторов можно получить в том числе и интимные услуги И многое-многое другое То есть это как бы не секрет Лефортово-изолятор, где сидят арестованные по делам, которые ведет ФСБ Там все строго Как рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников В этом СИЗО в целом неплохие условия содержания Однако многие услуги заключенным недоступны СИЗО Лефортово в основном двухместные камеры Оборудованные телевизорами и холодильниками В большинстве камер пока еще нет горячей воды Но это дело времени В целом там условия содержания достаточно неплохие Неплохой уровень медицинского обслуживания В СИЗО Лефортово нет спортзала В отличие от других московских следственных изоляторов В Лефортово есть только внутренний магазин и передачки В отличие от других следственных изоляторов Химпокупка в Лефортово работает В этом СИЗО сейчас находится и Михаил Абызов По словам Ивана Мельникова, бывший министр открытого правительства Не жалуются на режим содержания Михаил Абызов пока находится на карантине Содержится один У него появились вещи со склада Это спортивные вещи Он нас встретил в шортах, футболке И занимался спортом Отжимания, приседания В СИЗО он занимается в основном спортом Ну и еще читает много Уже он новые книги просил Также от него появилась в камере антенна Которых не было раньше Начали в первые передачки поступать В Лефортово же сидел и бывший губернатор Кировской области Никита Белых Его супруга, ведущая программы Особый случай на радио Комсомольская правда Екатерина Белых Назвала условия в этом СИЗО нечеловеческими Однако, по ее словам, в Москве есть и нормальные изоляторы В отличие от СИЗО Лефортово Матросская тишина, особенно ее больничная часть Это, конечно, райское место Если можно так отзываться об изоляторах Собственно, в Матросской тишине есть электронный магазин Там хотя бы можно заказать себе поесть Можно заказать сигареты Можно заказать какие-то книги, канцелярию и так далее Ну, плюс там есть медицинская часть Больничная часть, собственно, где могут оказать лечение И, судя по уровню медицины В пенитансерной системе Вообще, ну, весьма достойного уровня Всего в столице 7 изоляторов Среди них есть и женский СИЗО номер 6 в Печатниках По словам члена ОНК Москвы Михаила Сенкевича Режим содержания в нем ничем не отличается от других Существует у нас и внутренний распорядок Сегодня заключенные также могут оставаться на связи Подскажите, а правда ли, что Михаила Абызова выманили из Италии? Или это фейк? Нет, не правда Это абсолютно шефейк Он находился в России На момент, когда происходил его задержание Он был дома с семьей Поэтому все, что сообщается по этому поводу Это действительно фейк Постоянно жил в России все это время? Да, он постоянно жил в России в это время Изредка выезжая на отдых и в командировки За границу, как это делают многие Постоянное место жительства И постоянное место нахождения в России Все остальное не соответствует действительности А как его задерживали тогда? Пришли домой? Да, пришли домой с обыском А когда это произошло? Ночью и утром? Вчера, да нет Ночью это не происходит Это произошло утро В течение дня происходил обыск А далее он был доставлен в следственный комитет Для производства следственных действий В частности, для оформления задержания И предъявления ему обвинений А каково сейчас состояние? Как вы вообще планируете вести защиту? Правда ли обвинения, которые ему предъявляют? Я могу лишь сказать, что сам Михаил Антонович Категорически отрицает Это обвинение он все виновным не признает Как мы будем осуществлять защиту? Это вопрос преждевременный Мы не можем сейчас раскрывать Ни стратегии, ни так, ни по защиту Но как он себя чувствует хотя бы в СИЗО? Чувствует Видите ли, после СИЗО я его не видел Потому что в СИЗО он не содержался Он содержался в ВВФ А это разные вещи Тем не менее, после того, как мы с ним встретимся Я смогу ответить на этот вопрос Ну то есть сейчас очень много фейков Просто мы тоже боимся наткнуться на один из них Это правильно На один из них А вот то, что обвинение в том, что акции четырех энергокомпаний продало 4 миллиарда рублей А их реальная стоимость... Это реальное обвинение? Не могу сейчас, не могу сейчас комментировать или мнение Я пока не готов это делать А сдержали это вот тут, извините, пожалуйста, что за такие подробности Это на Рублевке, вот правильно пишут? В московском регионе Я вас понял А по поводу Дворковича вы не знаете Вы уезжал он сейчас из России или нет? Вообще он должен убежать из России Ну вот сейчас новости пошли, что Дворкович уехал из России Ну это, видимо, с той же обоснованной новостью, как и то, что вызов выманили для чего-то Не могу комментировать, мне неизвестно А последние новости не читаю, занимаюсь профессиональной деятельностью Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok